Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в торговом центре Заволжский, где все как будто пребывает в ожидании новогодних чудес. Мысль о том, что как встретишь Новый Год, так ее и проведешь, зародилась в умах людей еще в древности. Автор этого высказывания неизвестен, мы же относим эту фразу к народной мудрости и понимаем, что действительно новогодние праздники нужно провести в доброй и дружеской обстановке. И киноконцертный зал «Панорама» все делает для того, чтобы наполнить вашу жизнь, дорогие наши друзья, в эти праздничные дни добрыми воспоминаниями и положительными эмоциями. Уже 3 января на нашей сцене выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», созданный еще в 1975 году. Группа является лауреатом Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни, лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване, неоднократным лауреатом «Песни года», обладателем Ордена за честь и достоинство и почетного звания «Легенда российской эстрады». Такого количества не стареющих шлягеров, как у вокально-инструментального ансамбля «Пламя», пожалуй, не было ни у кого. Первая любовь, снег на проводах, в небе промелькнувшая звезда, не повторяется, не повторяется, не повторяется, не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Именно «Пламя» является первым исполнителем таких хитов, как «Снег кружится», «Не надо печалиться», «У деревни Крюково», «На дальней станции Сайду», «Идет солдат по городу», «Синий дожди», «Куба далеко», «Ат и Баты шли солдаты» и многих других. Но, как известно, время берет свое. И ранее знаменитый коллектив все реже появляется в эфире радио и телевидения. Редкими становятся афиши именно в этот период. В 2016 году судьба сводит артистов ансамбля с Юлией Ориничевой. Талантливая профессиональная вокалистка, талантливый организатор. Юля предложила создать товарный знак, вокально-инструментальный ансамбль «Пламя», и артисты коллектива поддержали ее. Пламя возгорелось с новой силой. Снова начались гастроли, записи, концерты, выступления. А старые, всем полюбившиеся песни зазвучали в новых аранжировках. «Я видел солдат по городу, по незнакомой улице. И от улыбок девичьей вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала». Артисты стремятся сохранить уникальность вокально-инструментального ансамбля, его романтизм и эстетику. То самое ценное, что есть в песнях группы – душу. Душа, которая слышна сквозь тексты и ноты. Тот трепет, который волнует слушателей и сегодня. Каждое выступление коллектива дарит зрителям частичку счастья, а это дорогого стоит. «Как первый вальс, оно не позабудется». «Как первый вальс, как первый вальс, оно не позабудется». И, как известно, счастлив тот, кто может разглядеть красоту в обычных вещах. Коллектив торгового дома «Заволжский» умело создает эту красоту. Здесь представлена новогодняя коллекция сувениров, подарков, посуды и текстиля. Если вам так же, как и мне, хочется проникнуться атмосферой приближающегося праздника, то вам срочно сюда. Рождественские венки, праздничная посуда из фарфора, фигурки с символом Нового года, изысканные ароматы для дома, невероятные красоты текстиль и еще много всего интересного, что создаст праздничную атмосферу и особый уют в вашем доме. А главное подарит – новогоднее настроение. А я жду вас 3 января на концерте вокально-инструментального ансамбля в киноконцертном зале «Панорама». Заходите на наш сайт, будьте здоровы и счастливы. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Также в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть исторический фильм «Последняя дуэль». Нормандский рыцарь Жан де Каруш по возвращению с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Легри оскорбил его жену. Однако у Легри обнаружились сильные союзники. Словам, женщины никто не верит, и Каруш обращается за помощью лично – королю Франции, Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. От исхода битвы зависит судьба не только Легри и Каруша, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны сжечь на костре. Заложены обвинения. Итак, исторический фильм «Последняя дуэль». Также в киноконцертном зале можно посмотреть боевик «Вечные». Это научная фантастика, фэнтези. Вечные – представители расы, генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад. Наделенные невероятными суперспособностями на протяжении тысячелетий, они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей. Однако последние события и действия заставили их выйти на свет. Итак, киноконцертный зал «Панорама», боевик «Вечные». Вечные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова